решили мы устроить небольшое путешествие по алтаю посмотрим как красив алтай осенью сейчас свернем поздороваемся с бирюзовой катунью цель нашего путешествия это марсовые поля вот так выглядит бирюзовая катунь в сентябре очень красивая живая приятно посмотреть вот так вот 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 Двигаемся на мост через бирюзовую Катунь. Ехали мы к святому источнику Оржансу, к роднику точнее. Годички наберем, здорово, с тобой чистенько. Да, еще и полезнее. Пополнили запасы воды, вперед к Семинскому перевалу. Спускаемся с Семинского перевала. На самой вершине шел дождь со снегом. Семинский перевал. Семинский перевал. Семинский перевал. Семинский перевал. Впереди у нас перевал Чикетаман. Вид сверху на перевал Чикетаман. Двигаемся дальше. Следующее интересное место у нас слияние рек Чуи и Катунь. Сверху отчетливо видать разный цвет рек. Двигаемся дальше. Семинский перевал. Семинский перевал. Субтитры сделал DimaTorzok Вчера проехали мы 700 километров, добрались до Акташа, уже смеркалось, решили заночевать в Акташе, а с утра уже выдвинулись на Марс. Утром было очень холодно, минус 4, дорога сухая, не скользко, двигаемся в сторону Марса. От поселка Акташ до Марсовых полей примерно 90 километров. Первую ночь ночевали на въезде в поселок Акташ в туристической базе Ирбис. Нам понравилось. За двухместный номер мы отдали 1000 рублей. Комфортно, уютно, тепло. Решили выехать мы пораньше. Время где-то восьмой час. Дорога пустая. Пролетает мелкий снежок. Деревья всей вынии. Гора в снегу. Очень красиво. Двигаемся на Марс. Обещали погоду сегодня плюс 8. Солнечную. Будем надеяться, что нам повезет. Заезжаем в Кашагальский район. Погода улучшается. Пропал иней. Перестал лететь снег. Градусы показывают уже минус 1, 0. С минус 4 погода потеплела. Потихонечку светает. Солнышко пробивается. Дорога очень живописная. Едешь и прям глаз отдыхает. Такой вид шикарный. Такие масштабы. Просто обалденно. Ехал бы доехал. Вот такая река здесь течет. Который нужно преодолеть. Красиво. Красиво. Так поехал. Так машинчику не давай. На пути к Марсу нас ждали два ручья. Один узкий был, не такой глубокий. Второй ручей был посерьезней. Кечение хорошее и поглубже. Ну, мы их преодолели. Красиво. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доехали мы до Марса-1, оставили машину до туристической базы платной и пошли пешком. Вот Марс-1, ноги остаются там. Ну, там Марс-1 с той стороны, там, видение. Город. Мы уже зашли за горы. Зашли за горы теперь. Сейчас доля ручья пойдем по тропинке до Марса-2. Такая узенькая трубка идет и по ущелью. На улице мороз, сейчас 12 сентября, но солнце-то. Плюс два, солнце пекет прям. Такой вот ручеек пекет. Пойдем исследовать Марс. Туда 30-40 минут ходу. По этой тропинке. Но там вид покрасивее. Начнем сразу оттуда. Все обсмотрим. Потом уже на обратном пути на Марс-1. Поподробнее глянем. Вот по этой тропинке. Примерно 2,5 километра идти. Так, по пути к Марсу-2 находится штольня номер 1. Завалили ее, что ли, получилось? Вход завален. Трубы торчат. Добывали полезную руду. И образовалась обзорочка. Ну, вершина снежная, я не знаю, отсюда. Ладно, пойдем дальше. По тропинке. Вертолет летает. Молодцы. Вертолет летает. Молодцы. Молодцы. Такой симпатичный ручей. Сопровождаясь нашу всю дорогу. Дома Ц2. Алый снег. Вот, тоже лед. Марин, как настроение? Дорога не в гору, спокойно идем. Все, отлично. Еще километр остался. Природа очень красивая. По пути такие фурганы строят люди. Так что, не заблудишься. Присутствие людей. Так, ну вот и наша цель. Марс 2. Подходим красиво. Он уже прям вот-вот. Сейчас подойдем, будем разглядывать его. Устроим пикничок. Припекает. Солнышко припекает. Осенний Марс. Поглядим, поглядим. Разноцветные краски. Ручеек так и бежит. Вдоль ищели. Так, ну вот мы подходим к нему вплотную. Сейчас где-то присядем на пикничок. Красиво. Да, Марс 1. Он не настолько красивый. Марс 2 красивее. Больше цветов. Интересно. Смотрится. Погода позволила нам полюбоваться. Небо прям синее. Чистое, безоблачное. Такую красоту рассмотреть очень хорошо. С такой погодой. Вот по этой тропинке мы пришли. 40 минут шли от базы. Мы перекусили мы, посидели, полюбовались, запускали квадрокоптеры, посмотрели, как Марс смотрится сверху с высоты птичьего полета. Все понравилось. Все понравилось. Все понравилось. Вот мы посетили еще одно интересное место в Алтае, которое хотели посмотреть. Это Марстовые горы. Отлично. Вот так выглядит заснеженные вершины высоты птичьего полета. А теперь Марс-2 высоты птичьего полета. Вот такой вид. Очень красиво. Разные цвета, насыщенность. Нам понравилось. Марс-2 решили зайти, все-таки прогуляться по Марсу-1. По этой породе походить, потрогать эту землю, сидеть на ней. Куда-то не гайдешь. А здесь интересно по ней походить. Конечно, цвета не те, но там расцветок больше. Труктуру можно посмотреть. Для общего развития все равно решили зайти гляну. Так что Марс-1, но он такой прогулочный. Здесь народу, конечно, больше. Но мы выиграли, с того, что мы снова туда ушли. Теперь разнылся, как пайп. Какой пайп. Можно такие картинки рисковать. В голове. Представляйте, каждый картинок. А с той стороны прям ледник. Горы все белые. Курайская степь. Длинная прямая дорога. Возвращаемся мы с Марсовых полей. Выехали на трассу. Двигаемся в обратном направлении. В сторону Акташа. В Акташу заедем на въезде на гейзеровое озеро. Обязательно посмотрим. Очень красивое место. Погода порадовала. Двигаемся по трассе. Очень приятно смотреть за природой. Подъезжаем к свородку. С левой стороны у нас будет сейчас гейзеровое озеро. Припаркуемся. Пойдем смотреть на гейзеровое озеро. Снова приехали на маленький рай. Здесь мы раньше жили. Год назад. Пришли пройти до озера. Еще раз посмотреть его. Только уже в осеннее время. Это комплекс. Маленький рай. По этой тропиночке 5-7 минут через лесок, через болото. И будет гейзеровое озеро. Пойдем поглядим. Вот такая ухоженная тропиночка. И прям в лес. Догоняй, Марин. Мы кидали монетки. Когда были здесь. Вернулись. Действует правило. Сработало. Сработало. Не зря монетки кидали. Были весной. Вернулись еще и осенью. Посмотреть. На осеннее озеро гейзеровое. Да. Под этим настилом деревянным. Конкретное болото. Без него бы никак сюда не попасть было. Молодцы. 50 рублей это не деньги. Здесь не жалко. Вот такое вот болото. Под травой везде вода. Вот подошли мы к лесу. Вот здесь мы монетки кидали? Да. Попробуй, найди нашу. Ага. Вот трубако. Погода хорошая сегодня. Люди прям идут. Все смотрят. В такую погоду. Красота. Так, избушка на месте. Дракон на месте. Аленушка с козленком на месте. А Мам же? На месте. Все на месте. Все как и было. Тут помостик такой сделали. Не было. Вот она. Красота. Акташа. Акта. Необычное природное явление. Что-то лико-чистый вода. Мы построили там. Теперь вид сверху. С высоты птичьего полета. На озеро. Как оно выглядит сверху. И окрестности. Вокруг. А вот так меняются кляксы на дне гейзера озера. Глубина примерно 2 метра. Вода очень чистая, прозрачная. Гейзер бьет из-под земли. И всегда меняется рисунок. Очень интересно, красиво. Посмотрели мы на гейзера озера. Все классно. Погода шепчет. Вот и снежные вершины. Осенью тоже очень все красиво. Впереди виднеются снежные вершины. Такие обалденные. Глаз аж отдыхает. Ну, решили мы, в общем, заселиться. Нашлось место для нас в первый раз. В маленьком рае. Остановимся мы с ним, ночуем. Ну, домики. Помоемся в бане. Пойдем посмотрим, какой домик нам дали. Сейчас будем сидеть и наслаждаться природой. Холодильник. Вот такое апартаменты. Все уютненько. Умывальник, обогреватель. Вешалка. Наватки. Даже кухонька есть небольшая. Не надо посуду свою. Чайник. Ну, все. Будем заселяться. Распаковываться. Так. Заселились мы, разложились. Теперь пора перекусить. Сварили супчик. Горяченько. Сейчас похлебаем. Кажись, что там заступит у нас. Тушенка, лучок, картошка, перчик. Все как положено. Горяченько. Красота. Сейчас присядем, перекусим и будем ждать баню. Вечером у нас еще по отписанию в бане. Помоемся. Все будет классно. Вот сейчас будем кушать и любоваться вот такими видами. Уже поколодало. Солнышко село, стало прохладно. Гора просто шикарная. Снежная. Ну ладно, приятного аппетита. Красиво чувствую. Будем кушать. Переночевали мы на Гейзеровом озере. Турбаза под названием Маленький рай. Время в 8 утра. Выезжаем, двигаемся в сторону Чемала. На улице прохладно. 0 градусов. Едем. Выезжаем с поселка Октаж. Двигаемся дальше. Дальше. Время полдевятого. Выехали мы с Маленького Рая в 8 часов. На улице примерно 1 градус, 2. Холодно. Решили остановиться мы около водопада Девичьи слезы. Весной мы были, он был замерзший. Сейчас он действующий. По месту мы его называем Шерлак. Подойдем, поглядим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Едем до следующего интересного места Добавил субтитры DimaTorzok 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 Следующую остановку сделаем на перевале Чекет-Оман Прогуляемся по местному рынку Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Попробуем Вот Марина уже получается Песни петь Такой рынок Длинный достаточно В конце обзорная площадочка Приехали мы сегодня в Чимал Посмотреть На остров по подвесному мосту Нужно будет пройти Там будет действующий храм находиться На острове Патнос На острове Патнос Пойдем посмотрим Очень интересно Храм апостола Иоанна Богослова А вот так мост выглядит Снизу Подвесной мост Через него проходишь Там действующая церковь Я спустился вниз Посмотреть как снизу смотрится Красивое место Интересные скалы Ответные Прогулки по катере Идем по Козьей тропе Ищем гидроэлектростанцию Нерабочую Нерабочую Где-то недалеко Такой вид красивый отсюда Как шикарно Прикольно Тропинка идет дальше По Козьей тропе Приблизительно Пешком идти Километр Идем Идем по Козьей тропе Идем по Козьей тропе шли-шли и встретили змею лежит отдыхает идем по козьей тропке и сверху открылся вид на слияние двух рек чимал темная и бирюзовая катунь вот прям видать разных цветов такое интересное место метров 500 осталось и будет нерабочий агресс вот мы подошли электрогидростанции и и и и Марина осмелилась на прыжок над гидроэлектростанцией, свободное падение 2 секунды, смелая, сейчас посмотрим. Третью ночь решили переночевать недалеко от Чимала, отель Алтайстах, паза отдыха, тут ресепшен, машину припарковали, сейчас нам покажут наш домик, бани уже затопят нам на 9 часов, будем сегодня мыться, нам выделили домик, 8 дробь 1, даже есть детская площадка, двухместный номер 1300 рублей, баня на 2 часа, такая мангальная зона, можно сжечь камин, стол, а вот вода, там речка, потом пойдем, дойдем до речки посмотрим, такая баня, наверное ее затопят сейчас, как раз через полтора часика будет готово, с балкончика говорят видать коту, вот такие апартаменты, детский батут, качели, лавка, вот такие городушек мы настроили в лесу, сегодня ночуем здесь, третью ночь, остановились напротив скалы чертов палец, решили взять на прокат коней и скакать на чертов палец верхом, совместим прогулку на конях и экскурсию, обзорную площадку на чертов палец, посмотрим все сверху, район озера Ая, ну что Марин, готово? страшно? вот наши кони, Марине, кони, звездочка, торговались за 1000 рублей с человека, теперь нам парень объясняет нюансы управления лошади, повороты, влево-вправо остановка, залазить, слазить как правильно, сам он ездит на лошадях 7 лет, все знает, все как и положено, принц должен быть на белом коне, моего коня зовут Маус, уселись на лошадей, сейчас будем отправляться в гору на чертов палец, час туда идем, потом там устраиваем остановочку, обзорная площадка, пофотографируемся, посмотрим сверху, как красота какая, потом час обратно, такая конная прогулка, погрязи, конь идет, да, тут пешком бы не прошел бы, смотри, он даже не буксует, нормально, интересно, что-то твой разговаривает еще, вот такой вид, идем, появились горы, из леса вышли, вон наверху видать, чертов палец, вот идем туда, подъем, справляешься, Марин, спринт на белом, конечно, должен быть, двигаемся, последний подъем остался, мы шли вон оттуда, где машина далеко едет, теперь на последний подъем забираемся на самый верх, лошади уже маленько привыкаешь, осваиваешься, маленько осталось, сейчас отдохнешь, все, самая вершина, стоит сотовая вышка, дрались мы до чертова пальца, на лошадях, сейчас посмотрим вид на коттунь, вот этот выступ и называется чертов палец, вот такой обалденный вид открывается на бирюзовую коттунь, высота обалденная, вон оттуда мы приехали на лошадях, скала чертов палец, лошадь, послалые, все, Да, все, дайте, все, Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok